Посмотрите, как здесь много блесток просто. Всем привет, ребята! С вами снова я, Маша. Добро пожаловать на мой канал. И сегодня в этом видео я хочу проверить два рецепта слайма. Кстати, один из этих рецептов это ваш рецепт моих подписчиков, который вы мне оставляли в комментариях. Заработать 295 миллионов рублей за год, это звучит как вызов, и вы наверняка думаете, что это нереально. Но эта девушка разрушит все ваши стереотипы. Не мыслите стереотипами. Ребят, переходите по ссылке в описании и смотрите видео, как можно добиться успеха в бизнесе без чьей-либо помощи. И тем более я знаю, что многим из вас в ближайшее время предстоит выбирать свою будущую профессию. Так вот, посмотрев это видео, возможно, вам станет чуточку легче найти себя и определиться с выбором. В девятом классе я учась в школе, поняла, что я учиться в школе медицинской не буду. Ссылку на видео вы найдете в описании, либо можете просто кликнуть по подсказке сверху. Обязательно переходите, смотрите, ставьте большие пальчики вверх, ну и, конечно же, подписывайтесь на канал. Ну а прежде чем я начну, подписывайтесь на мой канал, если вы еще вдруг не подписаны. И да, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы вам приходили оповещения о моих новых видео. Ну и, конечно же, ставьте большие пальчики вверх, мне будет очень приятно. И да, пока не забыла, не забудьте найти в этом видео промокод для пиара в моем инстаграме. Напоминаю, что первые пять человек, которые найдут промокод и скинут мне его первыми в мой директ в инстаграме, получают от меня бесплатный пиар на 24 часа в сутках в моих инстасторис, но это действует только в день выхода этого видео и только для моих подписчиков. Но теперь, ребят, давайте меньше слов, больше дела погнали проверять рецепты. Итак, ребят, для первого рецепта нам понадобится следующее. И нам понадобятся вот такие вот гелевые блестки. Я думаю, что вы уже помните, что я их проверяла и пыталась сделать из них слайм. Ну, у меня получился, конечно же, но для этого я использовала дополнительные ингредиенты, такие как маска-пленка, игуаровая камедь. В общем, если не видели видео, то можете посмотреть, ссылка будет наверху. И вы многие в комментариях мне написали, что вот эти самые блестки работают без ничего, то есть их просто можно смешать с загустителем, и у меня должен получиться слайм. Собственно говоря, именно это я и хочу сейчас проверить в первом рецепте. Для этого я специально поставила здесь, кстати, две мисочки, не просто так. В одной мисочке я буду проверять, как они поведут себя с тетраборатом натрия, а в другой мисочке я буду проверять, как они поведут себя с нафтезином и содой. То есть я сразу же проверю с двумя загустителями. Для начала их нам нужно открыть, как обычно, распаковочка. И тут все по-честному у нас будет происходить. И в первую мисочку мы выдавим 2,5 тюбика геля, и, собственно говоря, во вторую мисочку тоже 2,5 тюбика геля. Так, наливаем. Все, ребят, смотрите, я выдала все 5 тюбиков нашей мисочки, поделила прям поровну. Смотрите, как красиво это все выглядит. Здесь похоже на пироженку, а здесь похоже, ну, короче, ни на что не похоже. И теперь сюда нужно добавить немножко воды. Вы мне так писали в комментариях, потому что гель очень густой, и нужно сюда добавить воды. Так что давайте добавляем. Мне кажется, нужно где-то 50 на 50 развести с водой. То есть сколько количество геля, столько и количество воды. Потому что вы мне почему-то не указали в комментариях, сколько нужно добавлять водички. Я думаю, что столько будет нормально. Самое главное, не налить много воды, иначе все будет слишком очень уж и жидкое, и может не загустеть. Смотрите, как офигенно выглядит. Блин, ребят, это так красиво. Оно так переливается. Очень надеюсь на то, что камера это тоже передает, потому что это выглядит просто обалденно. Если у нас из этого получится слайм, это будет очень круто. Я, наверное, еще добавлю немного воды, потому что все-таки немного густовато, как мне кажется. Вот сейчас должно быть просто идеально. Очень красивый цвет. Так, все, оставляем. И теперь добавляем вторую мисочку также воды. В общем, теперь давайте загущать. Сюда я, наверное, добавлю нафтезин вместе с содой, а сюда тут раборат натрия. И давайте сначала проверим нафтезин с содой, как работает конкретно с этими гелями. Так, вот моя сода. Добавляем щепоточку. Совсем чуть-чуть, главное не переборщить. Перемешиваем. И добавляем капельку нафтезина. Сейчас самое главное действительно добавить капельку, потому что вы знаете почему. Потому что я люблю переборщивать. Ребят, смотрите, ну пока что ничего не происходит, оно не загущается. Но надеюсь, что это дело времени. И сейчас пока буду мешать, 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 это все-таки начнет загущаться. Возможно, я, конечно, мало добавила загустителя. Нужно очень тщательно это все мешать. Ребят, смотрите, действительно я мешаю, мешаю, мешаю. И оно постепенно начинает отлипать от стеночек. Но еще не очень сильно, но хотя бы видно, что из этого уже что-то получается. Я не буду пока сюда больше ничего добавлять, то, чтобы еще испортить слайм. Не хочу, чтобы он у меня получился резиновый. Поэтому просто буду перемешивать. Так, это я уберу, это мне просто уже мешается этот нафтезин. Я его уберу в сторонничку и продолжим перемешивать. Не знаю, мне кажется, можно уже, наверное, взять руки и в руках перемешивать. Так будет быстрее, конечно, происходить весь процесс. Но с другой стороны не хочется руки марать. У меня, смотрите, даже ложечка как блестит. Ладно, все, я его беру в руки и уже буду вымешивать в руках. Ребята, офигеть, смотрите, как круто выглядит. Какие блестки. Он еще такого нежного розового цвета получается. Мне кажется, я его, когда буду вымешивать в руках, он прям пропитается пузырьками и будет вещь в пузырьках. Поэтому посмотрите пока что вот так вот, как это офигенно просто смотрится. Ребят, смотрите, этот рецепт действительно работает. Получается вот такой вот офигенный глиттер слайм или прозрачный слайм с блестками. Не знаю даже, как правильно его назвать. Напишите в комментариях, как бы вы назвали такой слайм. Он офигенного, красивого, такого нежного цвета. Был бы он еще хотя бы немножечко побольше. Было бы вообще супер. Я, конечно же, обязана сделать из него вот такую вот штучку, потому что я буду не я, если я такой не сделаю. Как видите, эти блестки действительно работают с нафтизином. Получается очень классный слайм. Убираем его в стороночку. И теперь переходим ко второму слайму. Я буду использовать не чистый тетербурат натрия, а разведенный с водой. Мне кажется, так намного лучше. В общем, давайте добавлять. И перемешиваем. Смотрите, как быстро просто он свернулся. Надеюсь, что он сейчас не превратится в резину, да? Все, ребята, у нас просто готовый слайм. Даже ничего вымешивать не надо. Ну, по крайней мере, лопаточкой не надо. Мне кажется, руками придется сейчас повымешивать. Ах, какой он классный! В нем очень-очень мало пузырьчиков, потому что я его очень мало вмешала. Смотрите, практически нету никаких пузырей, вообще ничего лишнего. Но я его сейчас начну вмешать руками, и, наверное, не появится. Так, убираем бутылку. Все, смотрите, это просто офигенный, практически прозрачный получился слайм с блестками. Какой вам цвет нравится больше? Вот такой вот зеленый, либо же первый слайм, который мы с вами делали, розовенький? Я думаю, что девочки все напишут, что розовый, а мальчики, что зеленый. У меня, на самом деле, первый понравился больше цвет. Ну, мне кажется, и так понятно, да, что я люблю розовый цвет. Но процесс приготовления и результат мне больше всего нравится именно с тетраборатом натрия. Это все произошло намного быстрее, чем с нафтезином. Хотя слаймы получились абсолютно одинаковые. Но за счет того, что этот слайм я намного меньше вымешивала, здесь намного меньше всяких пузырьков. Но я думаю, вы, в принципе, сами все видите. Как я вам уже и сказала, я сегодня буду проверять два рецепта слаймов. И нет, это не было вот этого два рецепта. Это был один рецепт. Просто я решила проверить с двумя разными загустителями. Но для второго рецепта я нашла вот такой вот гель. Смотрите, это большущий гель с блестками. Я его хочу тоже проверить, будет ли он работать по такой же схеме. То есть тоже можно ли из него сделать слайм или нет. В общем, мы сейчас проверим. Давайте его открывать, тоже наливать в тарелочку и смотреть, работает он или нет. Я думаю, такого количества, в принципе, хватит для того, чтобы проверить. Нальем сюда немножко воды, потому что гель очень густой, как вы видите, да. Он прям очень густой, мне кажется, даже гуще, чем вот предыдущие гели. Я перемешаю, вам покажу. Смотрите, как офигенно выглядит. Обожаю блестки. У меня просто какая-то мания на блестки. Все, добавляем сюда немного водички. Перемешиваем. У меня такое чувство, что он уже как будто начинает сворачиваться, потому что он какой был густой, такой и остается. То есть он совершенно не становится жиже. Я добавляю, добавляю воды, а жиже почему-то не становится. Я вот еще немного воды добавлю. Надеюсь, это все-таки поможет мне, и гель станет хоть немножечко пожиже, а то уж очень-очень он сильно густой. Итак, все, ребят, я думаю, что уже пришло время загущать, пытаться загустить. Я буду использовать тетраборат натрия, потому что мне понравился больше эффект с ним. Давайте добавляем капельку. И перемешиваем. Смотрите, ребят, ну он очень странно себя ведет, то есть он вообще абсолютно никак не сворачивается, но почему-то он становится гуще. Я думаю, что нужно поправить сюда добавить немножечко другого загустителя. Я сначала добавлю щепотку соды, если не поможет, то я попробую сюда добавить нафтезина. Ну, потому что хоть какой-то результат же должен получиться. Ладно, давайте добавим нафтезина, может быть, он спасет ситуацию нашу. Ребята, я не сдаюсь, я пытаюсь спасти этот слайм всеми силами. Я думаю, вдруг я добавила очень много воды и решила добавить сюда еще немножечко этого геля. Но, походу, он не работает. Я сюда добавила уже и соды, и нафтезина, и тетрабората натрия, но вообще ничего не происходит. Просто ноль эмоций. Вообще ничего. Смотрите, оно как было жидкое, так и осталось. Ладно, давайте попробуем немного добавить маски-пленки. Сразу перемешаем это все. Возможно, это нам поможет. Все-таки хочется спасти такой красивый был слайм, если бы этот гель работал. Ура! Теперь это, можно сказать, полноценный слайм. Смотрите, какой он офигенный, ребята. Это лучше даже, чем предыдущие слаймы. Но, к сожалению, он работает только с маской-пленкой. Ну или, мне кажется, сюда можно добавить, допустим, клей канцелярский, если у вас нет маски-пленки. Вау, это так красиво. Смотрите, это просто офигенно. Здесь столько блесток. Я никогда не видела в одном слайме сразу столько блесток. Они так круто переливаются. Я их пыталась все собрать на дне чашечки. Смотрите, как много глиттера. Просто осталось на дне чашечки. Ну что, ребят, мы с вами проверили вот такой вот гель. Запомните его. Он не работает, к сожалению, без дополнительных ингредиентов. Либо маска-пленка, либо, мне кажется, сюда нужно добавлять канцелярский клей, чтобы получился вот такой вот слайм. Я добавила маску-пленку, и, в принципе, мне результат очень даже нравится. Ребят, я хотела в конце видео смешать эти два слайма из геля с блестками. Мне кажется, это будет намного интереснее. Давайте, короче, это и сделаем. Походу, их уже смешала, но я хотела сделать это здесь. Вау, смотрите, как офигенно. Они уже между собой, ну, практически перемешались. Слились в один цвет. Ребят, напишите в комментариях, какой из слаймов вам понравился больше всего из первого рецепта, где мы делали его из геля с блестками. Я проверяла их с двумя разными изогустителями. Вот таким вот образом он выглядит. Я его, как вы знаете, смешала. Получился, кстати, очень красивый цвет такой. Вроде бы и нежно-розовый, но с другой стороны с таким немножечко зеленым отливом, что ли. В общем, мне очень нравится. И блестки прям офигенно здесь выглядят. Классно переливается на цвету. Либо же у нас есть второй слайм. Вот таким вот образом он выглядит. Он, конечно, невероятно красивый, как мне кажется. Но смотрите, как здесь много блесток просто. Но он работает, к сожалению, лишь только с маской пленкой. То есть вот этот вот рецепт, он работает только с маской пленкой. Но вернее, нет, я неправильно сказала рецепт. Ой, сейчас я уберу это все с рук. Вот этот вот гель с блестками, смотрите, он работает, к сожалению, только с маской пленкой. То есть просто с загустителем он не работает. И вам придется покупать либо маску, пленку, либо канцелярский клей, чтобы сделать из этого слайм Ну, в принципе, на сегодня это все Я проверила все, что я хотела Надеюсь, что вам понравилось это видео Надеюсь, что оно было для вас полезным Кстати, спасибо за рецепт Теперь я знаю, что гель с блесками работает просто с загустителем и с водой Если бы не вы, я, короче, бы об этом не знала Вы мне написали в комментариях, и это очень круто Так что да, обязательно делитесь полезной информацией в комментариях у меня под видео Это очень-очень реально полезно Я читаю все ваши комментарии Ну, а на сегодня это все, ребят Я вас очень сильно всех люблю Увидимся в своем новых видео До скорой встречи, всем пока!